Ну, это уже не комфорт-класс, который нам презентовали. А где будут гулять дети? Ни о каком паркинге речи в принципе не шло. Хотелось бы сказать застройщику, они то появляются, то исчезают. И нам позиционировали строит РЕС как одна из лучших компаний. Мы не хотим себя чувствовать обманутыми. И сдает там парковочное место в аренду за деньги. Вне высотной застройки. Чтобы нам обещанное вернули. Мы уезжали из города в Ленобласть. Это люди, которые собрались здесь. Очень грустно и обидно. Коммерческий подход, что везде знаки парковка запрещена, работает эвакуатор. Доверяли этому застройщику. Ну, людям вообще жилья тут не будет. Покупая квартиру, нам не сказали. Бесплатной парковки не быть, больше ничего, пейзаж не поменяется. Да, поэтому вот так и живем. Вот как-то так. А мы неоднократно обращали в строительный трест, писали письма. В 9 утра, каждый день, без выходных. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами сегодня в новоселье в жилом комплексе Нью-Питер. Полный обзор этого комплекса есть на моем канале. Ссылку оставил в описании к этому видео. На сегодня будет сюжет о другом. И смотрите очень внимательно. Погнали. На некоторых буклетах паркинги, они то появляются, то исчезают. Мы уже их обозвали мерцающими паркингами. А в некоторых буклетах указаны те же самые буковки П, которые могут означать как и паркинги, построенные как по Красносельскому шоссе, так и парковки, как вы можете видеть здесь, обычное наземное. А давайте для начала расскажите, в чем вообще вопрос, в чем проблема. Паркинг – это же хорошо. Дело в том, что паркинг хорошо, но не когда он у тебя прямо под окнами. Расстояние паркинга, планирующегося, это 34,7 метров. Здесь, как мы сами замерили своими силами, с помощью лазерной указки от дома 5 дробь 7 до дома 3 всего 69 метров. Соответственно, этот дом и тот дом этажей на 6 полностью лишается естественного освещения. То есть паркинг 6-этажный получается? Да, планируется 6-этажный паркинг, и мы на все 6 этажей лишаемся природного освещения квартир. Плюсом мы получаем то, что у нас будет перекрыта в нашем доме площадка детская полностью всем вот этим вот замечательным строительством. И мы лишаемся бесплатной парковки, которая по-хорошему отнесена по документации к 12-му лоту. И это их гостевые парковочные места. Когда приобретали квартиру, застройщик что говорил? Это будет наземная парковка или многоярусная? Когда говорили, мы это обсуждали, да, нам сказали, что паркинг строить не будут, а останется вот эта парковка. Более того, аргументировали, что мы здесь ее уже облагородили, зачем нам здесь, собственно, сносить на весь наш ландшафт. Близость паркинга, она значительно снижает стоимость жилья при перепродаже. При покупке, собственно, нашего прекрасного жилья в этом прекрасном районе, как всем нам казалось, мы делали выбор, исходя из определенных застроек, которые существуют. И конкретно могу сказать за себя, что мой очень весомый аргумент при покупке именно этой квартиры с видом на этот прекрасный двор и эту бесплатную парковку было именно то, что я точно знаю, что перед моими окнами больше ничего, пейзаж не поменяется. Есть, пожалуйста, бесплатная парковка для жильцов, и выбор неизменно пал на этот красивый, прекрасный дом. Но шокировала нас на днях новость о том, что бесплатной парковки не быть. Пожалуйста, будет вам практически вровень с домом паркинг. Дышите, нюхайте, наслаждайтесь, в общем-то. Это только будет здесь или еще где-то парковок надел? Еще, есть еще следующий дом, так же, то ровно так же, да, есть такая же история между домами, паркинг в 6 этажей, практически вровень с домами. Особенно, в общем-то, в нашем дворе это сильно чувствуется из-за того, что дома и так стоят достаточно близко друг к другу. Соответственно, все, что будет подниматься и на последний этаж. Вопрос только не том, что этот вид как-то портит, да, и вот мы такие капризные тут, хотим цветные на цветочки смотреть, а в том, что это из-за газовности, это детки. И в том числе. Я хочу на цветы смотреть. И в том числе хочется и вид, потому что мы покупали квартиру, основываясь на, в том числе и на этом, получается, что... Подождите, вы приобрели квартиру застройщика, правильно? Что вам говорил застройщик по поводу вот этой парковки, что здесь будет? Совершенно ничего, никаких паркингов на наших буклетах не было, у нас есть, собственно, эти буклеты с собой. Вы сказали, что здесь будет обычная вот такая бесплатная парковка. Да, вот, пожалуйста, парковка, обустроенная территория, вот, пожалуйста, садик. Ну да, ее, соответственно, построили, тут никто не мог подумать, что... Ну уж явно никто не мог подумать о том, что обустроенную парковку, высаженные кустарники, деревья, все это перекопают и на 2,5 года погрузят уже заехавших жильцов, делавших ремонт в стройку, в шум, собственно, в грязь, которые сопутствуют. То есть не было сделано равно, когда шло строительство домов, когда уже люди, покупая, понимают, что да, вот здесь будет такой вид. Да, ты покупаешь по каким-то другим критериям основы, кому-то это не принципиально. Но у нас собралось достаточно много несогласных с таким решением застройщика. И, наверное, это о чем-то говорит. Конечно, хотелось бы, чтобы не только... Чтобы так, как мы, никто не попадался на красивые слова застройщика, который пока не держит своих обещаний и не только по этому направлению. Строительный трест при продаже квартиры позиционировал данный район как семейное жилье. И даже говорил, что его сын проектировал данный район. И акцент был в данном жиле, что большое расстояние между домами, это Ленобласть, свежий воздух. Малоэтажность. Малоэтажность, да. Очень много плюсов. И при раздаче буклетов и на сайте было видно, что между домами, да даже не то, что на сайте и на буклетах, тут в принципе ты не можешь предположить, что на данный маленький промежуток ты можешь воздвигнуть в какой-то многоэтажный паркинг, тем более в шесть этажей. Мои родители, например, приехали издалека. И покупая здесь жилье, сейчас им закроют полностью белый свет. Это мы приехали за 9 тысяч километров с Дальнего Востока. С утра до вечера тут не будет вообще света. А вспомним Ленинградскую область, Питер. И зиму, когда солнца нет вообще, с учетом паркинга, людям вообще жилья тут не будет. Покупая квартиру, нам не сказали. Ну и как бы нигде не было даже указано, ни на проспектах, нигде, что вот... Через некоторое время застройщик захочет многоэтажный паркинг. И после наших просторов, тех дальневосточных, мы подумали, ну это идеальный вариант. Продали все, все, буквально продали, чтобы купить здесь жилье. Красивое жилье, хорошее расстояние. Вот у меня вот она квартира, вот я цветочки там развела, теперь эти цветочки придется, наверное, потом уже убрать. И как бы мы доверяли этому застройщику, надеялись, что все так, вот наши мечты исполнятся. Но как-то, когда узнали, я теперь ни о чем думать даже не могу. Вот если это будет перед моими окнами, очень грустно и обидно, что нас так обманули. Андрей, ну смотрите, какая ситуация. Здесь между фасадами этого дома и фасадами того дома расстояние 69 метров. Мы прямо жильцами здесь это все мерили. И паркинг, судя по его проектной ширине, составляет расстояние 30 метров. То есть из простой математики делаем вывод. 69 между домами, 30 метров паркинг. Итого остается порядка 39 метров между домами. То есть на дом примерно по 18 метров. Это, кстати, больше, чем минимальный норматив по инсоляции. Да, возможно, это чуть больше, чем минимальный размер по инсталляции. Но, тем не менее, есть требования для паркингов закрытого типа. То есть для закрытого типа паркингов проектное расстояние отсутствует. А для открытого типа расстояние должно составлять порядка 30-40 метров. Если мы посмотрим на картинку, которую предлагает нам строительный треск, то это паркинг полуоткрытого типа. Фактически это возведенное на свайном фундаменте здание, фасады которого состоят из перфорированных алюминиевых фасадов, которые все-таки вентилируются. И все газы, которые скапливаются на парковке, они выходят в здание жилого дома. И что немаловажно сказать, вот мы сейчас с вами здесь наблюдаем большую открытую парковку. Она асфальтирована, асфальт больших денег стоит. На ней высажены зеленые насаждения, нанесена разметка. И все это, по моему мнению, учтено было в проектной документации лота номер 12, который мы наблюдаем напротив. Если посмотреть проектную документацию к этому дому, там есть графа количества гостевых мест, которые составляют порядка 250 штук. Если мы прогуляемся вокруг дома, мы далеко не насчитаем этих 250 мест. Поэтому, как мне кажется, все-таки застройщик имел в виду по 250 парковочными местами именно эту стоянку, на которой было потрачено достаточно много денег. Но застройщик все-таки деньги не рисует. Это все сделано благодаря вкладам, которые вложил каждый дольщик при строительстве жилья. Поэтому мы видим, что вид разрешенного использования этого земельного участка это подстроительство многоквартирных паркингов. И вот этот участок тоже под многоквартирные паркинги. И вот тот. То есть здесь по району достаточно много таких мест мы видим. Но где-то застройщик взял и поставил шлагбаума. Ну, застройщик, либо аффилированные с ним лица, менее достоверно неизвестно. И сдает там парковочное место в аренду за деньги. А вот здесь он решил, что теперь, вроде когда получено разрешение на год в эксплуатацию 12-го лота, теперь эти парковочные гостевые места не нужны жильцам, и будет шестиэтажный паркинг. И, может быть, можно было бы его понять, я вот рассуждаю, да, что, например, они строят паркинг какого-нибудь размера чуть поменьше, но первый уровень они оставляли бесплатным. Да, если, получается, здесь порядка 200 мест есть, почему в одной части их должно не стать? То есть, ладно, например, я собственник могу купить здесь парковочное место. Ко мне приезжают гости, я не могу поставить машину ни на улице, вот там вдоль дороги, потому что везде знаки парковка запрещена, работает эвакуатор, и он действительно работает здесь. Нигде-либо еще, потому что здесь будет обычный паркинг. Получается, что я вместо бесплатного парковочного места буду вынужден купить парковочное место себе, супруге, так еще и гостям своим получается. Но, мне кажется, это так не должно быть, потому что, в принципе, достаточно много паркингов уже построено здесь. Там два уже построено, два еще строятся. Там, да, есть. На выезде. И, проезжая вечером, видно, что они наполовину пустуют, поэтому... Продавать ему есть. Чисто, чисто такой коммерческий подход, что бесплатного хватит, и будет здесь только платные места, нам кажется, что это неверно. Ну, и тем более, конечно же, когда будет всего 15 метров, да, расстояние от фасада дома до паркинга, здесь будет как минимум некомфортно. То есть, если мы видим, что в первой части реализации жилого комплекса, первые там 10 или сколько там лотов расположено, мы видим широкие открытые пространства, то здесь у нас, например, вместо обещанной школы напротив 11-го лота уже в план планировки территории были внесены изменения, и теперь там строится многоквартирный жилой дом, тоже порядка 9 этажей. Мы видим, например, по городу рекламу строительного треста о том, что во дворе школа, находится во дворе школа, то есть сейчас рекламируется жилой комплекс, написано «Приобретайте жилье», «Во дворе школа». Во дворе, по факту, только в первой очереди там находится школа. Здесь непонятно, когда она появится, ее даже не начали еще строить. Поэтому здесь одно цепляется за другое. На этой стороне как-то достаточно уже... Понятное дело, что земля подорожала. Земля подорожала на этом участке земли, потому что здесь зашло достаточно много застройщиков, но нельзя же настолько уплотнять застройку, потому что первоначально все смотрится красиво, я говорю, и в принципе количество гостевых мест всех устраивает, как мы видим, уже сейчас порядка 7 часов вечера, и парковка уже постепенно заполняется, если уже не заполнена полностью. Ну а если этих бесплатных парковочных мест не будет, то получается, каждый из своего кармана должен будет достать за каждое парковочное место порядка полумиллиона рублей. Но мне кажется, это не очень добросовестный ход со стороны застройщика. Самый главный ресурс, и вообще все самое главное – это люди. Это люди, которые собрались здесь, это жители всех рядом лотов, которые находятся, это жители 12-го лота, 13-го лота, 11-го, 16-го, 13-го, 14-го, то есть те лоты, которые сдаются вот уже сейчас, где практически 92% жителей всего Ньюпитера выступают против строительства данных паркингов, которые собирается застройщик возводить между уже построенными жилыми лотами. Мы не хотим жить среди стройки. Мы покупали квартиры с открытым двором, с открытыми парковками. Мы уезжали из города в Ленобласть на эту освоенную территорию для того, чтобы почувствовать немножко такую загородную жизнь. И сейчас нас снова хотят загнать в эти каменные джунгли, и разумеется, мы против. У нас чудесный двор. Я сама была свидетелем на прошлой неделе, как от строительного отреста приезжал фотограф, который фотографировал этот двор как один из самых красивых дворов Ньюпитера. Который они хотят уничтожить. Да, да, да. Который они хотят превратить в двор колодец. Здесь строится детский садик государственный, несколько частных садиков, которые гуляют тоже у нас на придомовой территории. И этот весь двор хотят превратить в колодец. Стена дома, да, вот 12-го лота, который выходит на эту парковку, это квартиры. Они будут полностью упираться в стену паркинга. Что, на мой взгляд, это тоже совершенно вопиющий случай, который нужно как-то смотреть на него. И почему люди здесь собрались? Потому что хотелось бы сказать застройщику, чтобы он нас услышал, чтобы нас услышали администрация Ленинградской области, чтобы нас услышала администрация Анинского городского поселения. Люди – это главное, главное, что есть. И нужно нас слышать, нужно учитывать наше мнение. Застройщик очень часто выдает желаемое за действительность, и приводит огромное количество людей в эту освоенную территорию и продает просто рекламными буклетами, которые не соответствуют реальности. И одно из таких подтверждений, это наше личное подтверждение, с которым мы столкнулись сами. Жители, например, первых этажей данного дома, эти квартиры продавались как квартиры с террасами. Застройщик нам их продавал, менеджеры, которые отправляли нас в уже построенные лоты. Вот 10-й лот, 8-й лот, где были квартиры на первых этажах сделаны с ограждением, с маркизами и так далее. Нам квартиры сдали совершенно без ограждений, без маркиз. Мы полностью собирали подписи всех жителей первых этажей, писали неоднократные обращения, в строительный трест, чтобы нам обещанное вернули. Не было ни ограждения, ни маркиз, ничего не было. Нам поставили небольшие заборчики, хотя бы на этом спасибо, но на всем остальном они сказали, нет, этого нет с проектной документацией, мы не готовы вам это предоставить. Это все у нас есть, вот фото, видео, фиксы, вот это вот рекламные материалы строительного треста, вот видите, квартиры с террасами, с озеленением, да, с маркизами, вот, например, Нью-Питер, школа и детский сад во дворе, который еще нет. Здесь, например, в новых домах нет таких домов, у которых есть сад во дворе, школа во дворе, детских садов, школ не хватает, и несмотря на то, что не хватает, нет поликлиники, поликлиника только строится, это одна поликлиника, этой поликлиники мало, когда нужно очень много социальных объектов возводить, строители предпочитают, все-таки застройщик предпочитает выстраивать паркинги, строить дома выше и выше, изначально, когда мы покупали здесь квартиры, дома были высотой 5 этажей, вот этот дом уже был 7-9 этажей, 12-й лот, если не ошибаюсь, 12 этажей, сейчас уже идет речь о том, что застройщик собирается строить доминанты в 18-20 этажей, это то, чего мы уходили, уезжали из города, чтобы жить в пленобласти, вне высотной застройки, в общем, пока мы чувствуем себя достаточно обманутыми, потому что все, что говорит строит Рез, это очень мало выполняется, я просто хотела бы еще раз обратить внимание администрацию, и строительного отреста, и Ленинградской области, что главное, это люди, и мы хотим, чтобы мы были услышаны, не нужно, одно дело, это проектная документация, это буклеты, это рекламные, различные счеты, да, вот все макеты и прочее, но другое дело, это когда люди обращаются напрямую, а нас более 90%, кто против выступать строительства паркинга, и мы, конечно, хотим быть услышаны. При покупке квартиры, скажу так, что мы приехали сюда не так давно, и нам позиционировали стройтрест, как, ну, одна из лучших компаний этого города, кто учитывает все недостатки, понимание, как бы, что берет во внимание все постройки, такие архитектурные, как садики, школы, вот, мы купились на то, что нам, ну, изначально было важно, чтобы паркинга здесь не было, потому что наши окна выходят напротив 12-го лота, соответственно, если здесь построят шестиэтажный паркинг, ну, здесь также детская площадка, садик тут же, и все это будет, ну, как в катакомбах, ходить здесь будет, ну, на самом деле невозможно, и, как говорится, в дальнейшем, при покупке квартиры, если так все и будет, как задумал, строит рест, как бы, но рекомендации, своего адреса абсолютно не будет никаких, потому что основываясь на отзывы друзей, а получается, к сожалению, наоборот, как бы, точно не могу сказать, но там, где сейчас должна была быть вторая школа, строится дом, насколько я знаю, 12-ти этажный, также позиционированное место было комфорт-класса, и нам сказали, что застройка невысокая, не более там, девяти этажей, как бы, ну, соответственно, домов много, раз дом, два дом, три парковка, одна маленькая, на сто мест, ну, ладно, утеснимся, но вот этот паркинг, получается, с пяти-шестиэтажной, это каждую ночь будут пищать эти машины, газы, садик рядом, как бы, ну, изряд вон выходящие, срабатывая сигнализация, все остальное, совершенно верно, как бы, это никчемная вещь, здесь не нужная, от дома до паркинга будет, я не знаю, метров 15, и мы будем ходить, я не знаю, как в горах каких-то, как бы, невозможно просто, то есть у вас, получается, сейчас фактически застройщик хочет забрать один из лучших дворов, построить багетажную парковку, закрыть вам вид, уменьшить будущую стоимость продавая квартир, квадратного метра, ну, и, соответственно, чтобы, когда открываешь окна, можно, не хоть не свежий, или на городской области воздух, а загазованный воздух с парковки. Ну да, совершенно верно, поэтому на будущее, надеюсь, на такого застройщика, ну, честно, будем мало возлагать, если все так и обернется, как сейчас начинает происходить, поэтому, надеюсь, учтут все наши понимания, в принципе, на будущее будем смотреть. Мы не хотим себя чувствовать обманутыми, но, к сожалению, вот такое ощущение складывается. Строительная компания, строительный трест, вообще, достаточно хорошая компания, она зарекомендовала себя на рынке, и, конечно же, покупая здесь квартиру, мы обращали внимание на застройщика, которого мы покупаем, но хотелось бы, чтобы все, что обещают нам, чтобы все это было выполнено. Погнали. Под нашими окнами должна была быть именно школа, ни о каком паркинге речи в принципе не шло, нам показался этот район как уютный, комфортный, были вложены определенные денежные средства, в результате мы получаем каменные джунгли, много-много этажей, бетон, стекло, а где общественные пространства? И даже наличие фонтана у нашего вода. Парковку вам построят. Парковка, да. Но парковка меня, собственно, не сильно радует. Ее наличие как факт. На самом деле, кто будет слушать, говорит, как так парковка, а люди против? Так против, собственно, потому что она, по большому счету, съедает всю какую-то полезную, свободную территорию, да, у дома. Элементарно даже выйти погулять с коляской, где? Вдоль дома, вот по такому узенькому тротуару. Или вокруг паркинга. Но это же тоже не дело, где будут постоянно основать машины. А где будут гулять дети, которые подрастут, будут пользоваться самокатами, велосипедами? А с парковки что, этажа вниз будет ехать? Ну, наверное, да. Или вот вы скажете, да, есть отдельная велодорожка. Ну и что, окей, они будут по этой дорожке основать туда-сюда? Да нет, конечно. Мне же нужен простор, движение какое-то. При этом весь наш квартал утыган знаками, работает эвакуация, парковка запрещена. Чего хочет добиться застройщик? Понятно. Слушайте, так это вообще классный бизнес. Это, да, бизнес. Везде работает эвакуатор застройщика, везде наставили кучу знаков от застройщика и построили парковку, будут вам ее продавать. Это абсолютно вечный бизнес, и он понятный. Но нужно также понимать, что у народа терпение не безграничное. Но дело не в этом. И мы получим не комфортную среду, а тупо дискомфортную среду, где будет грязь, хаос, беспорядочная парковка и так далее. А я вам скажу, что застройщику это дороже, ему дешевле вот это построить, многоярусную, вверх, нежели чем вниз. В общем-то, наша короткая история про жизнь в 11-м лоте. Когда приобретали квартиру именно вот здесь, на Гентлане, вот это была школа. И покупалась квартира только ради того, чтобы ребенок... Многоэтажная школа сейчас. Да, ребенок именно ходил в школу очень быстро, удобно и комфортно. А здесь была парковка. Общественная парковка. Теперь вместо вот этой парковки планируется паркинг. То есть хотят убрать вот эту всю красоту, полностью убрать эту красоту и возвести здесь, соответственно, шестиэтажный паркинг. Соответственно, вот наш уютный двор, общественное пространство, где можно играть настольный теннис, заниматься спортом, просто отдыхать вот на этих лежаках, это превратится в колодец, каменный мешок. А как тут можно отдыхать и жить комфортно? Ну, это уже не комфорт-класс, который нам презентовали при покупке квартиры. В Питере этого достаточно на Васильевском острове, да, дворов, колодцев. Теперь этого же и добиваемся и на Васильеве. Вот полюбуйтесь, да, сколько, скажем так, полезного пространства просто засажено. Да, почему нет? Почему нельзя было здесь организовать два дополнительных парковочных места? Ну, на самом деле, да, я считаю, здесь очень много зелени, большое расстояние. В принципе, вот эти островки можно было бы демонтировать и поставить дополнительные места. Конечно, то же самое под окнами, да, вот под балконом есть еще одно парковочное место, вполне, но его оставили как тротуар. Если обойти, внимательно посмотреть, есть места, где можно поставить автомобиль. Но, у нас каждое утро работает эвакуация, но, тем не менее, а где парковаться людям? Поэтому будьте в дизайн... Паркинги, которые построят застройщик, в вашем дворе. Да, будущие жители Нью-Битера, на заметку, эвакуация начинает работать в 9 утра, каждый день, без выходных и праздников. Ты решил чуть позже выехать, ты можешь и не уехать. нужно просто раньше выходить и перегонять машину на освободившиеся места. Хороший нюанс, да, при том, что еще этот дом недостроенный не сдан, да, и 16-й влот начали выдавать ключи буквально пару месяцев назад. Недостаточное количество пространства для того, чтобы можно было припарковаться всему тому автопарку, который сюда заедет. Погнали. Вы только представьте, друзья, что вот эту всю красоту хотят демонтировать и на месте этого всего построить шестиэтажный паркинг. Как вам такое? Я очень надеюсь, что застройщик и администрация Ломоносовского района прислушивается к жильца, к своим избирателям, к своим клиентам и примет верное и правильное решение. Если есть проблема, хотите об этом сказать, напишите в моей соцсети, они в описании к этому видео. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok